Сегодня вся дирекция информационных программ вздохнула с облегчением. Съемочная группа Первого канала, которая провела в осажденном Славянске почти месяц, выбралась из полуразрушенного города. Смерть, обстрелы, руины. Работа наших коллег заключается в том, чтобы повседневный ужас Славянска увидели сотни миллионов людей во всем мире. Сейчас журналисты в относительной безопасности, но около 50 тысяч человек по-прежнему каждый день живут как последний. Репортаж Александра Истегнеева. Сели в машину, чтобы уезжать. Попали прямо на заднем дворе. Дым. Осколки. Если нас не накроют сейчас, то у нас будет перерыв. Садимся и валим. Эта съемка в Славянске не планировалась. Планировался отъезд. Собрали вещи, сели в машину. Тронуться не успели. Первый залп подали планировым, второй загнал в гостиницу. От каждого взрыва здание ощутимо дрожит. За больную стоечку сходи. Не надо там. Не надо. Не надо. Там стекло тебя посечет потом. Никит, Никит, уходи. Вот сюда иди сюда. Вот, вот тут бетон. Нормально он за колонной. Давай через 15 минут повторить. Вонь! Украинские войска после перемирия бьют по Славянску, Семеновке, Краматорску с особым ожесточением. По жилым кварталам, по центру, по площадям. После короткого затишья люди снова не понимают, как жить дальше. Как жить? Нам некуда текать. Понимаете, мы пираты, может, куда-то, но нам некуда. И денег нет. Я хотела сказать киевлянам, а вы были вот здесь? Выйдите. Как же вы, украинцы, можете убивать украинцев? Город не просто в состоянии войны, он на самом краю гуманитарной катастрофы. До начала войны это была одна из лучших гостиниц Славянска. А сейчас уже месяц здесь нет ни света, ни воды, ни постояльцев, ни персонала. Только сторож на вахте. Можно постучаться в любой из номеров. Никого. И дело не только в том, что все постояльцы съехали. Каждую ночь Славянск обстреливают в разное время. Как-то его просчитать или предугадать невозможно. Поэтому многие журналисты, когда с вечера обстрелы наиболее сильные, уходят ночевать сюда, в подвал. Осторожно, здесь низкий потолок. Эти старые бетонные стены создают хотя бы какую-то иллюзию безопасности. Жители Славянска не чувствуют себя в безопасности ни в одном из районов города. В то же время люди начали привыкать к постоянной канонаде. И это делает их еще более уязвимыми. Несколько раз мы перед съемками друг друга повторяем. Вот, к примеру, здесь у меня, чтобы все знали, где это все находится, вот здесь жгут и перевязочный пакет, чтобы остановить кровотечение, если что-то случится. Об этом напоминать можно каждый раз, потому что в очередной раз это может достижиться. А в Краматорске трагедия, похоже, только начинается. Город обстреливают все чаще. Сегодня утром позвонили, с дома напротив знакомые сказали, что в квартире нет ни окон, ни балкона, ничего. Вот я пришел, вот все, вот моя квартира. Эту многоэтажку украинская артиллерия расстреливала несколько часов. Видно, снаряды полностью уничтожили как минимум пять квартир. Сколько жертв, пока неизвестно. При первых же залпах жильцы бросились в подвал. Начали он с той стороны, с Карачуна. Доблестная украинская армия. С чего били? Со всего. Миномет тяжелый, вы можете даже посмотреть, вон ямы есть. Аубисы тяжелые и минометы. Всех вывожу. Здесь уже больше делать нечего, меня уже ничего здесь не держит. Вот так, ребята. Куда будете выезжать? Не знаю, в Россию буду выезжать. В отличие от Славянска, люди еще пытаются вывезти какие-то вещи, бытовую технику. Совсем скоро поймут, важно хранить документы и помогать тем, кто рядом. После обстрела мы осматриваем задний двор гостиницы. Через него в бомбоубежище бежала женщина-администратор. Тела во дворе нет, значит успела. На 28-й день командировки мы уезжаем. Как минимум 50 тысяч человек остаются в Славянске. Александр Евстигнев, Артем Григорян, Никита Себастьянов, Нина Хорева, Первый канал, Украина.